Девушки отдыхают Она неуверенная в себе, она никогда не была такой красоткой, знаете, королевой. При этом, когда она выходила на сцену, она выходила и заставляла завороженно слушать всю страну. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Скажи, пожалуйста, вот действительно у меня прозвище было птичка, воробушек. Вот если бы можно было выбрать себе прозвище, какое бы ты выбрала, какой бы птичкой хотела, чтобы тебя называли? Сейчас в связи с тем, что вся страна обсуждает, что я беременна, и я устала отрицать всеми возможными способами лично, по видео, устно, через пиар-службу. Но эта новость качается выше, чем дефолт в США, понимаете? Вот. Больше сейчас на свете хочется, чтобы все сказали, что да, я худенькая птичка, что я похудела, и что я точно не беременна. Спасибо. Вот и выкрутились. Ну что ж, удачи, болеем за тебя, добро пожаловать в лифт, и через пару секунд мы увидим, как Наталья Магеринская выпахнет на сцену в образе Эдит Диана. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня была на сцене очень сильная, маленькая женщина. Был воробей, но просто с каким-то необъятным сердцем и с каким-то божьим каким-то посланием на эту землю. Спасибо. Спасибо. Сидзи, а вы хотели уйти, Сусанна, и не услышать это прекрасное исполнение. Не права была. Натали, моя горячая, это прекрасно, фантастично, красиво. Я не знаю, мне не хватает французских слов. Сейчас хорошая Сусанна говорит, если кто французский не понимает. Говорит, молодец, так держать. Вы знаете, вот в образе Эдит Пиаф меня всегда удивляло, как, пройдя через такое жуткое детство, через бесконечные болезни, эта женщина, этот серый воробушек, сумел превратиться в одну из величайших фигур вообще своего, да не только своего времени, наверное, всех времен и народов. Это вот музыка, это любовь к сцене, этот дар любить, дар уметь влюбляться и нести свою любовь. Наверное, это то, что придавало ей силу истинную, и этот дар есть у Наташи, потому что такую любовь к сцене, с этим нужно родиться. Спасибо. Андрей. Что касательно Эдит Пиаф, естественно, старшее поколение все знают, я уверен, возможно, более такая молодежная аудитория многие не знают, и как раз благодаря этому проекту, благодаря той душе, той катастрофической работе, чтобы воплотить этот образ, который проделала Наталья Могилевская, и эти молодые люди узнают эту прекрасную певицу. Спасибо вам, Наташа. Гарик, имеете что-то сказать? Есть смысл, скажи. Никакого. Я не перестаю удивляться по этому проекту. Мне казалось, до момента, когда я пришел сюда, сел на это кресло, что я о Наташи Могилевской знаю все. Я знаю, что она потрясающая певица, она продюсер, бизнесмен, я даже знаю то, что она не поднимает трубку, когда ей звонишь по телефону. Я знаю, что она потрясающе компанейская. Но то, что она еще имитатор прекрасный, вот это я увидел сейчас. Она не просто вот сняла образ, она еще и пела похоже. Наташа, ты знаешь, как я тебя люблю? Мы с тобой недавно говорили на эту тему, я еще больше в тебя влюбился. Спасибо тебе огромное, я получил нереальное удовольствие. Вот и все. Наташа, ты знаешь, что я тебя люблю? Я в тебя влюбилась еще больше. И вот так вот тебе сейчас можешь здесь сказать каждый. Собственно, как и каждому, вот кто сидит сейчас на этих двух белых диванах. Сейчас, сейчас начнется у вас вот это ужас. Да? И главное, и главное, друзья, посмотрите, как Николай Басков сидит и удивляется. Он наконец понял, сколько, сколько звезд в мире музыки, кроме него. И сколько на земле. Да. Да.